5 апреля с целью создания специализированного совета по защите диссертации по педагогике и психологии состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Крымским федеральным университетом в лице исполняющей обязанности ректора Андрея Фололеева и Чеченским государственным педагогическим университетом в лице ректора Ходж Ахмеда Халадова. Я надеюсь, что подписание данных документов, если пройдет подтверждение в Москве, позволит открыть новые научные школы по педагогике, что будут географические, экономические удобства для наших регионов. И это породнит не только наши вузы, но и научные школы, позволит возможность обмениваться учеными, студентами, магистрантами и станет такой интересной площадкой, которая, может быть, дальше будет подхвачена и другими направлениями и, как мне кажется, пойдет на пользу в целом Российской Федерации. Чеченский государственный педагогический университет – вуз, занимающий лидирующие позиции в сфере высшего профессионального образования Чеченской Республики. Учебное заведение готовит высококвалифицированных специалистов, которые могут работать в образовательных и научно-исследовательских учреждениях, органах государственного управления, дошкольных учреждениях и различных службах социального направления, коммерческих структурах, средствах массовой информации и так далее. Директор Гуманитарно-педагогической академии Александр Глузман видит большие перспективы сотрудничества двух университетов. На протяжении последних трех-четырех лет у нас не было возможности защищать наших аспирантов по педагогическим наукам. Для нас это было достаточно сложно и накопились диссертации, которые не защищены за последние несколько лет. И в этой связи, конечно, инициатива, которую проявил Чеченский государственный педагогический университет, нам было очень интересен. Мы с удовольствием к ним тоже обратились с предложениями о создании такого совместного совета. Восемь человек докторов нашей академии войдут в этот совет. Это видные ученые в области педагогики. А также подписание этого соглашения в дальнейшем будет являться стимулом двустороннего обогащения культур, развития этнопедагогики регионов. Диссертационные советы планируются проводить по мере необходимости, как в Грозном, так и в Ялте на базе Гуманитарно-педагогической академии. Виктория Малыхина, Сергей Мельник, Пресс-служба Крымского федерального университета.